Участниками конкурса на этот раз стали более 20 журналистов, которые направили на рассмотрение жюри более 40 работ. В 2018 году в конкурсе приняли участие информагентство НАУ-24, газеты «Нарьяна Вендер» и «Заполярный Вестник Плюс», телеканалы «Россия-1 Нарьянмар» и «Север» журнала «Саваюн» и «Высокий возраст». Сложно. На самом деле была большая комиссия, и в некоторых номинациях было до 9 номинантов. И реально самое сложное, наверное, то, что мы друг друга все знаем. И каждый из нас сразу практически думал, а как вот этот человек, этот, да. Но постарались исключительно по профессиональным качествам, профессиональные журналисты выбирать, кто был, да. Ну а мне, я выбирал, собственно, что мне нравилось внутренне, да. Ну поэтому вот сейчас победители определились. Работы были представлены в семи номинациях «Лучший творческий проект региональный аспект», «Объектив мастера», «Репортаж король журналистики», «Году добровольца в России», «Году оленеводства в Ненецком автономном округе», «Лучший очерк о ветеранах Ненецкого округа» на тему «Твои люди округ» на защите прав человека. Надо отмечить, что журналисты нашего телеканала взяли сразу два гран-при. Олег Хатанзейский получил золотое перо за работу «Квартирный капкан» в номинации на защите прав человека. А серия репортажей Марии Крупенькиной о девочке Лизе, страдающей ДЦП, нашла отклик не только у горожан, но и удостоилась внимания конкурсного жюри. Я скажу, что Лиза – это не просто героиня моего сюжета, это моя лучшая подробность сегодняшний день. И отправляя сюжет на конкурс, я всем сказала, если в этом году будут денежные призы, и если я его выиграю, этот денежный приз, я подарю эти деньги Лизе, потому что ей необходим белый тренажер для дальнейшей реабилитации. Лучшей работой «Году оленеводства» в Ненецком округе жюри признала материал журналиста газеты «Нарьяна Вендер» Алены Людвиг. Люди тундры, они достаточно молчаливы, они привыкли доказывать себя делами. И эмпирическим путем стало понятно, что я пишу лучше, чем говорю, поэтому буду краткой. Ура! Награды получили также главный редактор окружного издания Галина Торцева, корреспондент информагентства НАУ-24 Андрей Торопов, Надежда Качегова, старший редактор телеканала «Россия-1» Нарьянмар, Александр Дуркин, оператор телеканала «Россия-1» Нарьянмар. Ваша работа очень ценна, мы ее видим, мы ее понимаем, мы ее очень-очень высоко ценим. Главная цель конкурса «Золотое перо НАУ» – формирование качественной информационной среды и укрепление престижа профессий в области СМИ. Конкурс проводится аппаратом администрации Ненецкого округа в рамках двух государственных программ. Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации и старшее поколение Ненецкого автономного округа. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.